О чем говорят. Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели Сиапресс.ру. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Тарас Самборский, издатель газеты Новый Город, на связи. Привет, Тарас. Привет, Дима. Привет всем, как всегда. Да. Поговорим о том, что было интересного у нас в городе и в округе. В округе у нас был интересный процесс на минувшей неделе. Многие помнят, что с приходом Натальи Комарова на должность губернатора, она через некоторое время запустила такой процесс, что на департаменты, которые такие наиболее публичные, департамент культуры, департамент спорта и департамент социальной политики, у нас новые руководители в случае ухода старых отбираются с предприятия. Привлечением как бы такой публичной процедуры. Сначала люди выставляют свои кандидатуры, за них голосуют. Там топ сколько-то этих людей попадает на конференцию специальную, куда съезжаются общественники, профессионалы разных сфер. И там кандидаты представляют свои программы, отвечают на вопросы. И как бы в очном формате уже какие-то люди, те самые общественники и эксперты отдают им свои голоса. И по итогам там топ-3 попадает на более узкие консультации уже с руководством правительства, с Натальей Комаровой. И тогда уже она принимает окончательное решение о том, кто станет новым директором. И вот у нас тут где-то в августе, по-моему, синхронно ушли в отставку два директора, которые как раз эти процедуры прошли и отработали там какое-то количество лет. Директор департамента культуры, директор департамента спорта. У нас сейчас вакантные должности. И вот как раз была конференция, посвященная как раз программам этих самых кандидатов на эти должности. Не будем обсуждать людей, не будем обсуждать программы. Это все наносное. Это будет приходить и уходить. Обсудим саму методику, как это все работает и насколько подобные демократические, можно их так попробовать назвать, процедуры подходят к назначению и к работе вот этой вот самой бюрократии окружной, которая возглавляется Натальей Комаровой. Как тебе подобный подход? Практика несколько напоминает практику времен перестройки под названием выборы директоров. Я напомню, тогда Горбачев активно внедрял всевозможные демократические процедуры в еще государственно-социалистические предприятия. И вот одной из этих процедур была новая процедура назначения, а вернее выборов генеральных директоров крупных предприятий. Вот одной из самых знаменитых таких историй была история с выборами генерального директора автомобильного завода РАФ, если кто помнит, в Латвии. Но при всей прогрессивности для того времени, вот этого нововведения, эксперимент пришлось свернуть, так как быстро выяснилось, что выбор управляющих это все-таки не прерогатива простых рабочих, простых людей, которые, в общем-то, имеют другой функционал. И тогда по всей стране еще бывшему СССР просто пошла волна обратных процессов, когда предприятия останавливались и выяснялось, что люди выбирали для себя удобные кандидатуры, но сами эти кандидатуры все-таки не совсем справлялись с управлением крупными системами, крупными процессами. Тем не менее, практика, которую губернатор Наталья Комарова внедрила в Югре с выборами руководителей регионального правительства разных уровней, она очень интересна. Я, например, с этим перестроечным экспериментом привел не в качестве отрицательного, кстати говоря. Он просто иллюстрирует стремление властей придать каким-то устоявшимся, закостеневшим процедурам новую форму, да, как-то освежить этот процесс, ну и, естественно, поставить его на пользу делу, ну в данном случае там кадровой политики Югры, да. Потому что понятно, что у губернатора нет длинной скамейки запасных, но это видно, потому что часто все-таки чиновники в окружном правительстве меняются. И, а где брать новых людей? Брать вот из общественного мнения, брать из подобных конкурсов, основываться на каких-то праймерис, фактически вот то, что вот мы сейчас наблюдали, да, по выборам этих двух департаментов спорта и культуры, это, можно сказать, праймерис. Кстати говоря, вот Единая Россия тоже не совсем дура партии, то есть она же активно использует вот эту очень эффективную западную методику партийную, да, праймерис. И внутри партии очень такая отчаянная борьба идет до тех пор, пока наконец кандидат тот или иной не становится главным и не утверждается партия там в партийной списке или на ту или иную должность. Хотя, хотя там есть некоторые люди, все-таки некоторые подозревают, что как бы оболочка внешняя, да, действительно праймерис, а внутри это все равно такая, внутри, скажем так, административный ресурс и некоторые так подталкивания нужных людей в сторону победы все равно не прекращается. Но это как бы не тема для нашего сегодняшнего разговора. Я об этом и говорю, что берется, берется зарекомендовавшая себя качественно эффективная процедура, как форма, но наполняется своим местным, да, содержанием. Тем не менее, все-таки вот интерес у наших региональных властей, но не только у наших региональных, но и у других регионов тоже вызывает именно эта процедура. Праймерис, провоцирование внутренней конкуренции для того, чтобы, ну, хоть какими-то социальными лифтами, да, поднимать людей вверх и из этих вот кандидатов, этими кандидатами наполнять там структуры власти. И я-то думаю, что, в общем-то, нет ничего плохого в том, чтобы с помощью таких, подобных конкурсов создавался определенный ажиотаж у публики, которая за всем этим наблюдает и в этом участвует. Простые люди, граждане, они вовлекаются в этот процесс, они голосуют, они, все-таки для них это аттракцион в таком хорошем смысле. Внимание кадровой политики региона привлечено. Раз это плохо, это хорошо. Во всяком случае, ну, уж точно, вот, о, там, кандидатах, которые претендуют на департамент культуры, половина населения Угры сейчас знает, потому что там, там, такие крупные фамилии, да, один из лидеров вот этого конкурса, представитель города Сургута, и это все неплохо. Это обращает внимание избирателей, ну, если вот можно называть избирателями, да, вот в этой процедуре людей, к тому, что происходит на уровне региональной власти. Ничего плохого нет. Плюс это все делается вроде бы достаточно открыто, без каких-то, вот, административных, там, параллельных процессах, о которых ты говоришь. Вот, наконец, такой конкурс позволяет губернатору, ну, там, какому-то руководящему звену правительства определить лидера общественных мнений при выборе того или иного, да, вот, руководителя, там, будь то департамент спорта, культуры, или какой-нибудь, я не знаю, там, другой департамент, а может быть, заместитель. Вот, это все неплохо. Важно тут понять одну вещь и не проиграть в этом конкурсе. Как бы влияние, но я не хочу говорить слово толпы в данном случае, вот, общественного мнения, да, не сбило прицел в принятии качественного грамотного решения. Потому что в одних случаях общественное мнение очень четко совпадает, вот, с процессом и указывает на правильного кандидата. Так бывает. Так бывает, когда человек авторитетный, когда его профессиональная квалификация для тех, кто следит за этим процессом очевидна, и люди с удовольствием голосуют, не просто как за представителя своего родного города, или региона, или там ведомства, а голосуют именно как за профессионала. Так бывает. Я просто не хотел бы сейчас оперировать какими-то фамилиями, потому что, во-первых, конкурс еще губернатор не закончил, не закрыл, да, а во-вторых, если шире взять, то в подобном конкурсе могли бы участвовать и другие персонали, о которых можно было бы говорить, это, безусловно, подходящий кандидат. Что там на департамент спорта, что на департамент культуры, что, если бы это были другие конкурсы на любой другой департамент. Но иногда общественное мнение бывает не объективно. Оно просто высказывает свою позицию в отношении не профессионала, а земляка, да, или там представителя ведомства. Ну, кстати говоря, мы же вот нечто подобное наблюдаем каждый раз на местных муниципальных выборах, когда за представителей нефтяников всегда голосуют больше и активнее, чем за представителей других профессий. Это ведь не только потому, что нефтяников больше. И, кстати, не больше, у нас, по-моему, учителей уже больше почислено, ну, вот бюджетников, да, численно больше в том же Сургуте, чем нефтяников. Там, в основном, нефтяники в Сургутском районе сконцентрированы. Нет, это такая магия ведомственной принадлежности, да, вот. И люди, не задумываясь, голосуют за тех же нефтяников, им так кажется надежней. То есть, понятно, что здесь они осуществляют выбор неразумный, нерациональный. Они просто вот подвергаются вот этому, этой силе, силе, ну, ведомства большого, да, силе большой компании, корпорации, силе большого бренда. И они уже выбирают не специалиста депутата, а просто депутата представителя известной им компании. Так легче. Вот так тоже бывает в подобных, я думаю, конкурсах. Но то, что вот я наблюдал сейчас, мне говорит как раз, указывает на первый вариант, когда общественное мнение не ошибается. И оно вроде бы так очень-очень квалифицированно выявило очевидных лидеров вот этой гонки за кресло начальников департамента, в частности, там департамента культуры. Вот и все. Поэтому я думаю, что подобную процедуру не нужно менять, отменять. Ее можно там как-то развивать положительно. Ее надо делать, ну, такой, да, это, собственно, уже есть у нас в игре, да, так нормальной практикой привлечения внимания со стороны населения к кадровой политике правительства. И люди, в конце концов, будут просто знать, кто ими руководит, с какими мыслями, вот. И, наверное, даже это так позволит людям считать, что они приложили вот к назначению того или иного начальника руку. Может быть, у людей возникнет желание после этого какими-то делиться предложениями, рекомендациями, да, в адрес нашей региональной власти. Может быть, она услышит много интересных идей, которые можно реализовать на том или ином участке вот в нашем регионе. Вот так это видится. Стоит ли это подобное делать в Сургуте? Смотря на каком уровне. Мы же понимаем, что вот эти конкурсы по департаментам, это не избирательный процесс, да. Ну, скажем так, это процесс очень номенклатурный, которому, тем не менее, придана определенная гласность и публичность, да, вот. А что в Сургуте? Где в Сургуте, если мы имеем в виду руководителей и ведомства? Департамент спорта, да. Вот. Но, скажем так, все-таки базово в кадровой политике, что города Сургута, что игры, является квалификация того, кто нанимает на работу. То есть, работодатель должен на каком-то предварительном этапе понимать, что он отсекает неквалифицированных кандидатов и, наоборот, максимально старается вовлечь в этот процесс, конкурсный процесс, кандидатов с высокой профессиональной квалификацией, да. Это первое. Будет ли помогать в этом процессе городской конкурс? Наверное, да. Но, можно поэкспериментировать, посмотреть, как бы это было. Но, здесь должна быть какая-то практика, здесь должна быть, ну, хоть какая-то история для того, чтобы люди умели это делать. К счастью, на муниципальных уровнях у нас сохранены выборы депутатов пока еще, да. Вот. Здесь эта практика отрабатывается. Городоначальника уже мы не выбираем, но пока еще процесс выборов городоначальника тоже происходит в достаточно открытом публичном пространстве. То есть, медиа пишут, какие-то дискуссии позволительные, обсуждения разных кандидатов не блокируются властями. Вроде бы, тоже можно сказать, там, мы как-то тут вот с какой-то гласностью в этом вопросе более-менее, да. Ну, наверное, да, наверное, это хорошая идея. Просто давай на практике. Ну, департамент там чего, какое-нибудь образование, да. Вот пример. Кстати говоря, когда несколько лет назад в департаменте образования возникла вакансия, ведь, да, вот общественное мнение в Сургуте так очень бурлило по этому поводу, кто же там будет, там Анна Томазова или кто-то другой, и там, да, и... Ну, потому что, опять-таки, это очень много учителей в городе. Самая большая, самая большая прослойка зависимых от вот этого конкретного департамента. Самая большая, да, там это тысячи, десятки тысяч людей. И поэтому, включая там всю систему, которая обслуживает, систему народного образования, поэтому там вот был такой большой, к этому большое внимание. Департамент архитектуры. Ну, давайте объем городской конкурс. Ну, мы же понимаем, что сначала туда должны быть допущены элементарно профессионалы, ну, человек, у которого есть диплом архитектора, который отличит, я не знаю, фонарный столб от столба заборного, там, да, как. Вот, то есть, вот этот первый этап кто-то должен сделать, это, видимо, глава, это, видимо, какие-то ключевые его советники, которые отсекают вот все, что непрофессиональное и позволяют войти в процесс профессиональным. Но можно попробовать. Кто бы это, конечно, хотел, вот, но попробовать можно. Всяком случае, если это делает правительство Югры, и ничего там ни у кого от этого инфаркта не случается, то почему бы не расширить такие интересные эксперименты до уровня каждого муниципалитета. Ну что ж, хорошо, будем завершать этот эпизод. В следующем поговорим про лифты и сравним их с самолетами. Неожиданное будет сравнение, так что переходите, смотрите. В принципе, смотрите нас на YouTube, ставьте лайки, читайте нас в Telegram и на seapress.ru. Субтитры создавал DimaTorzok